Наши соединения действительно стояли в Киеве, но никакого политического решения о штурме трехмиллионного города не было. Отход от Киева связан не с тем, что там добрый Владимир Владимирович пощадил, а с тем, что мы умылись там кровью. Как вы уже наверняка слышали, недавно Владимир Путин заявил, что вовсе не собирался брать Киев в феврале 2022 года и положил под Киевом тысячи своих солдат просто так, без всякой осмысленной цели. Типа Россия не захватила Киев не потому, что не смогла и потерпела там поражение, а просто потому, что сама не захотела. В феврале марта 2022 года наши войска, как известно, подошли к Киеву. Этот счет и на Украине, и на Западе, и тогда и сейчас много спекуляций. Что хочу сказать по этому поводу. Наши соединения действительно стояли у Киева. И у военных ведомств, у силового блока были разные предложения по вариантам наших возможных дальнейших действий. Но никакого политического решения о штурме трехмиллионного города, кто бы чего не говорил, не домысливал, не было. Однако эту ложь Владимира Путина разоблачили сами же российские военные. Причем не кто-нибудь, а бывший лидер пророссийских сил Донецка Павел Губарев, который в феврале 2022 года сам пошел в российскую армию и вместе с ней наступал на Киев. В своем интервью Губарев прямо заявил, что все рассказы Путина о том, что российская армия якобы не хотела брать Киев и отвела от него войска в качестве шага доброй воли, обыкновенное вранье. И на самом деле российская армия была тогда просто разгромлена и понесла тяжелые потери. Павел, вы участвовали весной 2022 года в походе российской армии на Киев. Мы уже стояли на пороге столицы Украины или Малороссии. Почему мы ушли от Киева? В чем, по-моему, по вашему мнению причины? Есть то, что вы сказали, мы стояли под Киевом, вот мы могли зайти в Киев. Это заблуждение, которое я очень часто встречаю и как свидетель тех событий готов опровергнуть. Когда наша колонна двигалась, я насчитал 6 колонн сожженной бронетехники. Потом пошли сведения с передовой, с Гастомеля, с Ирпеня, с Бучи о том, какое кровавое месиво там началось. Дело в том, что, опять же, рассуждая о глупости и измене, нас там ждали. Нас там ждали и малыми силами оказались сопротивления, настолько ожесточенные, что мы умылись там кровью. Просто напоминаю, что все это рассказывает не какой-то диванный эксперт из студии, не какой-нибудь там Соловьев или Скобеева, а непосредственный участник тех событий. Человек, который лично там был и все видел своими глазами. И да, это не какая-то там западная пропаганда, это не рассказывает какой-то западный военный эксперт, которому в России заведомо не доверяют. Нет, это все рассказывает идейный сторонник русского мира, который сам добровольно пошел воевать за Россию. И отход от Киева, он связан не с тем, что там добрый Владимир Владимирович там пощадил, а с тем, что мы там потерпели ряд таких, ну может быть, не катастрофических поражений, но достаточно крупных поражений, особенно ребята из десанта, из подразделений ГРУ, которые передовые наступали, они понесли тяжелые потери. То есть мы ушли оттуда вынужденно, и Путин еще так красиво завернул, как будто это еще жест доброй воли, и мы еще вышли как такие добрые ребята. Ребята, ладно, мы Киев там не будем захватывать, но на самом деле там было очень горячо, там было прям жарко. И как мы слышим, особый акцент Губарев делает конкретно на том, что Путин лжет. То есть имеем очередное наглядное подтверждение того, что слова Путина ничего не стоят. Да, разумеется, для нас это никакое не открытие. Да, конечно, мы это давно знаем и понимаем, но согласитесь, все равно показательно, что путинские же солдаты его самого разоблачают, причем не какой-то no name, которого никто не знает, а Павел Губарев, то есть человек довольно авторитетный в этих Z-кругах, который там действительно годами, уже там больше 10 лет борется идейно за русский мир. И вот даже он такое говорит, то есть сами же подданные Путина, сами же его солдаты, подчеркивают, что ему нельзя верить. И здесь просто вот сделайте вывод самостоятельно. Я ничего не навязываю вам, никакое свое мнение, просто вот вы увидели, да, вы увидели вот высказывание Путина, его выступление, вы увидели, что говорят его непосредственно солдаты, которые участвовали в этой авантюре. Сделайте вывод сами вообще, можно ли с Путиным о чем-то договориться. Вот чего стоят вообще его слова, можно ли верить хоть каким-то его словам, если его же, собственно, подчиненные подтверждают, что эти слова это просто, ну, вранье, откровенное вранье, сотрясение воздуха. То есть, как говорится, просто посмотрите и сами сделайте выводы. Я думаю, что нормальный, адекватный человек тут все понимает, ему не нужно ничего там разжевывать, не нужно ничего пояснять. Мне бы очень хотелось на самом деле, чтобы это видео сейчас увидело как можно больше людей, чтобы оно дошло до каких-то представителей мирового сообщества, ООН там, до самих россиян, которые продолжают Путин верить, чтобы они просто смотрели и видели, как бы, да, чего стоят слова Путина, а что вообще, какую правду он вообще им говорит о том, что происходит. То есть, здесь кругом все построено на лжи, весь этот конфликт, все это вторжение в Украину целиком построено на вранье, которое же сами же россияне, вот эти борцы за русский мир, сами все это признают. Давайте распространим видео, вот оставьте лайк, комментарий, чтобы оно получило больше охват, больше людей, соответственно, его увидело. И обязательно подпишитесь на канал, это тоже очень важно. Субтитры создавал DimaTorzok